Может она вылетела? Я вчера говорил, некоторые не слышали, вот у нас сухопрухты, мы не могли нигде достать. Но я сказал, Виктор Андреевич, у нас врач, и он поехал и на свои деньги купил. Три, как полмешка, вот такие вот. Как его собирали, мы не знаем там. Но тут все переваривается, перекипятилось. И вот остается, я говорю, только возьми, чтобы урюк с косточками был, дети любят колотить. И вижу, вот некоторые набирают ими карманы, вот сколько, смотри. А у других ничего нету. Со стола ни одной косточки больше не брать. Ни одной, положить там на стол. Чашка упадет сейчас. Дежурная, когда мы выйдем, соберут чашку. Сколько будет, одна-две. И тогда вы выйдете и сосчитаете. И разделите на количество детей. Вот сколько у нас прибегаешь, 18? Да. Вот на 18 умеете делить? Разделите. Не умеете, значит, косточки забираю я. Все мои будут. Если вы не умеете делить, тогда вам и нет ничего. Даже коммунисты знали это. Отнять и разделить. Два действия. Просто сядь прямо. Слышаны? Да. Я сейчас вам буду задавать задание. Косточек набрали 145. А детей у нас 18. По сколько каждому дать? Так, бумагу и карандаш приготовьте. В уме действительно трудно. У меня были такие специалисты, которые в уме все это считали. Я когда жил на Сибирске, у меня заболела сестра родная. Это не важно. Главное, что Арсений говорит, что это самое важное событие. Я ему говорю, у него голова развернулась. Главный, говорун. И вот уже они столкнулись. Там ничего у вас нету в разговоре. А что я скажу, тебе это на всю жизнь годно будет. И мне пришлось взять родные три сестры мои. Валентина, Ирина и Марфа. Но раз я в Новосибирске, в школу устроить надо. Вот я расскажу только о двух сестрах. Деревенская школа и городская все-таки развиваются. Уровень преподавания и прочее. Жена у меня, Надежда Васильевна, она занялась русским языком, литературой. Тарасик, ты ничего не слышишь? Не крутись, сиди спокойно. Пошли они в школу. У них двойки. Потом пошли тройки. Тройка это уже государственная отметка. Я занялся иностранным языком, математикой, физикой. Ну то, что предметы, которые мне удобнее вести. У них пошли четверки. Ну прошло месяца полтора, пошли пятерки. Так меньше я так настропалила себя. Я говорю ей, умножать число на число двузначно. Она в уме все считает. И цифры вот эти вот, она их просто отщелкнула бы сейчас. То есть опыт, навык. Нужно все время мозгам давать работу, чтобы работали. Вот вы идете, вы ничего не видите. Вот я вижу на снимках, где Ваня. У него эта фуражка для него главное достижение в жизни. У него кругозор на козырьке с нижней стороны. Вот это вот, вот его состояние. Вот у него козырек вот так вот. И он ничего не видит. До завтрака четыре замечания. Скажи, нормально? Что ты увидишь под этим козырьком-то? Все, обидно. Все, минутку. Я вчера только считал тебе специально. Я считаю, учеников готовят в особом в Нахимовском училище, там, Суворовском. Кадетский корпус. Они идут по городу. Идут строем. Начальник говорит, стоять, все остановились. Головы никто не поворачивает. Мы сейчас проходили, с левой стороны было здание. Сколько на нем этажей? Эх, если бы я знал, что спросят, я бы посмотрел. Так, только двое ответили. Здание семиэтажное. В каких окнах горел свет? Ну, если бы я знал, что спросят, за кой рот? Если бы знал, то я бы сейчас заранее зафиксировал. Ну, никто не ожидал, что этот вопрос будет. А для чего? Чтобы ты шел, у тебя глаз сфотографировал, как киносъемка. И только один ученик ответил. Так, это с этой стороны, а подъезды с той стороны. И какой это подъезд будет? Он сразу ответил, это третий подъезд. С обратной стороны определить, как окно, к какому подъезду. Это что-то стоит. А они учатся только еще спокойно сидеть. Когда вы болтаете, лишнее это. Вам имя другое будет. Дырявое решето. Вы ничего не помните. В моей жизни был такой пример. Я вел занятия в пяти отделах милиции. В линейном отделе, в городском отделе и в краевом отделе УВД. Края. Занятие божественное. И вот я нахожусь в линейном отделе. Разговариваю, в коридоре вдруг проходит высокий, стройный, седой человек. Ну видно, что уже, может, пенсионер. Он подошел ко мне. Так, а вы что здесь делаете? Что делаете? Я говорю, я веду занятия у них здесь. Каждый месяц одно занятие. Так, две недели назад вы были на старом базаре. Вы торговали свининой. С братом. Представьте, он никогда не знал, что в его жизни я встречусь. Но он один раз проходил по базару. Он меня зафиксировал, что я делаю. Я говорю, я никогда ничего не продавал. Жизни не продавал. Я вообще не просто не умею. Я не люблю торговлю. Я сам лучше должен сделать. Вот у меня такой принцип. Я говорю, я не торговал. Нет, вы торговали. Это был второй вход от заприлавок. Как идете здесь? И вы маленько в стороне стояли. Ой-ой-ой. Такие данные. Я ничего не помню за собой. Я вспомнил. Отец Аким в ребрихе был. Он приехал и попросил заколотую свинину затащить ему заприлавок. И он в этот момент глазами меня сфотографировал. Барнаул славится особыми работниками уголовного розыска. В тюрьме со мной сидел. Один говорит, четыре года назад я здесь своровал. Я жил в Казахстане. Тут проезжал с женой, говорит, и дернул меня, говорит, сатана, купить папиросы. Только вышел на перрон, меня сразу вычислили, тут же арестовали. Понятно, как работает? У нас есть один знакомый, ты знаешь, Алексей Матюшин. Он карманник. Потом он обратился, уверовал. И я, говорит, однажды иду, гляжу, говорит, такая задрипанная, ну, грязная пупайка. И стоит, прижался один пьяненький мужик. Я глянул, а это начальник уголовного розыска. А он-то его уже трепал. Он подошел. Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Он пошел отсюда, что-то тебя не видно было. То есть он его как бы разоблачает. Он скрытый. Он подходит, выпьет с бомжами, разговаривает. Он вызнает все. Это человек работает. Работает. В вагоне что потерялось, ищи, больше не найдешь. Моя мама ехала из Фрунзе. Сестра с ней вышли, я спрашиваю, все, взяли, все. Ничего не забыли? Сеня. Вера, не играйте ногами, не надо это делать. И она вышла, и только когда мы уже ушли, домой она говорит, матушка, я же забыла икону мамину. Мамина старинная икона. Она у меня на полке лежала, так и уехала икона. Кто эту икону будет? Кому она нужна? Кто найдет? Никогда не найти. Я пошел в линейный отдел и сказал, поезд такой-то, вагон такой-то. Моя мама забыла там икону. Сказал и сказал. Я не знаю, сколько прошло день, сутки или как, из линейного отдела приходят посыльные. Ваша икона здесь, получите ее. Спецзаказ как будто, да я не знаю, как так это можно работать. Значит, сообщили, мгновенно нашли и тут же ее доставили. Вот на милицию жалуются, менты, такой мент проклятый, милиция везде. Я работал среди них, я не был милиционером. Но меня направили работать после техникума в лагерь строго режимный. В городе Иркутск, Коплишкино. Строго режимный, значит, там уголовники сидят, убийцы, насильники, шпионы, там разные-разные такие вот люди. Я с ними имел общение, с милицией, очень близко. И в моей жизни, я про себя так и говорю, не встретилось ни одного плохого милиционера. Ни одного. И сейчас, меня милиция вся не знает, но я обратился в милицию за помощью. У меня было так. Я вернулся, вот летом, телефон звонит, а телефон, что-то не знаю, маленько позвонил, я говорю, в чем дело, а у вас на счету нету, как нету? Я всегда за год вперед плачу, но у вас деньги сняты. А кто снял? Такая-то организация. Я зазвонился, там, Валентина Ивановна, и дайте ее мне. Ну, ее нету. Ну, а что случилось? Ну, а мы вам оказали услугу. А какую? Ну, наша организация отвечает там на вопросы, а я вам не задавал вопросы. То есть, они с меня сняли 750 рублей. А для меня это большие деньги, у меня пенсии минимальнейшие. А за что они взяли с меня? А вы звонили сюда? Звонил. Так это, звонил-то я давал знать, что открывает детский лагерь. Со мной никто разговор не вел. Ну, бывают старые люди, делать которым нечего, им трудно, и чтобы разговорить их, утешить. Я говорю, мне не надо утешать, я сам утешаю. Я подал заявление в прокуратуру и милицию. Прям короткое время проходит из милиции ответ. Они допрошены. Никакой услуги вам не было. Деньги вам все возвращаются, организация закрыта. Я спрашиваю юриста, Себастьяна у нас, скажите, а вот то, что организации отказаны в регистрации, сняли с учета, это, говорит, большая беда, больше их не поставят. Вот и все. Нынче у нас было так же. Я возвращаюсь из поездки в прошлом году, а с меня, кажется, 1250 с телефона сняли. А я вообще не звоню никогда. Видите, ко мне телефон звонит, а я не звоню. А если мне когда надо кому-то, я даю сигнал и жду. Если я ему нужен, он мне ответит. Но я звоню тем, у кого телефон безлимитный. Вот как у Себастьяна. Он хоть сколько звонил, он заплатит там заранее, там 1500 в месяц. С меня сняли. Я стал узнавать, что, как. Какую-то услугу, какая-то там... Эрудит. Что-то такое. Эрудит какой-то. Юродит. А? Эрудит вроде бы. Эрудит какой-то. Какой эрудит мне может дать, что? Нету. Я могу другому подсказать, где что. Никак. Я пошел к ним, со мной пошел Сергей Пупков. И все, все это снимается. Они не дают снимать, а он вот так из-под полы там, или как. Все, заснял это дело. Мы пошли в прокуратуру, в милицию. Спокойно, как поступать надо. А мне говорят, Билайн снял, Билайн никогда ничего не возвращает. А это бесполезно. Я говорю, ну попробовать-то можно. Можно. Их как начали трепать. Я не знаю, сколько прошло времени. Мы еще дорогой едем. Мне уже сейчас денег вернули. Мы еще не доехали до конца. Они мгновенно отреагировали. Как за них взялись. Мне все вернули. Еще 50 рублей сверху дали лишнее. Чтобы отстал от них. И больше ко мне они не прикасаются. А я вечерами раз-таки нажму, сколько у меня на счету. Мне кто-то ложит деньги на счет. Я даже не знаю кто. Проходит время. Опять 200 рублей кто-то кинул. Мы начали переводить на дядю Вову. На него, чтобы деньги. Он-то звонит, а я не звоню. Я принципиально не звоню. У меня нет денег, я не звоню. Звонил нынче только один раз. Когда в лагере искал машину, и мне дали адрес. А у него только мобильный телефон, и у меня выхода нет. Ну позвонил, и с меня сняли 10 рублей. Так я день переживал сидел. Говорят, вот милиции такие. Вот я вам говорю, как я обращался в милицию. Мне два, три, четыре ответа ведет на одно заявление. Поэтому никогда не судите, чего не знаете. Надо лично знать. Я имею личный опыт. Общение с нашей милицией. Мы здесь когда были, у нас квартира, она вторая строительная. И там какие-то зашли люди. Замок сломали, и живут в моей квартире. На квартире это под снос идет. Надежда Васильевна сходила к ним, там ей договорилась. Ну я взял с собой человека, который меня повез. И попутно заехал в милицию. Железнодорожную. Нынче зимой, вот этой прошедшей зимой. Мы туда едем. Я, как это можно было сделать так? Мы туда подъезжаем. Экипаж милиции уже стоит с автоматами. А там всего только Павловский мост завернуть. Улица вторая строительная. В одной их линии идет-то. Так. Это вызвали, выговорили. Да я говорю, оставил. Дал знать, где я нахожусь. Они мгновенно там, видимо, машина шла. Экипажу дали знать. И они сразу пришли. С автоматами зашли. Все. В машине дали отсчет. Этих людей взяли, водили счет. Все сделали как надо. Я еще могу сказать. Я могу только вынести Богу благодарность, как в Барнауле по отношению ко мне, ко мне. Я про других не говорю. Относилась, да и везде относится милиция. Мы вот дорога ездили. Это не 2 километра, 117 тысяч. Нас было, останавливали. И только в одном месте милиционер какой-то, как наркоман. Прям такой, какой-то глаза мутные такие. А у нас с тобой видео. И стали снимать, не снимать. У вас есть документы на вашу аппаратуру? Документы. Действительно документы? Зачем мы с тобой брать? Не брали. А мы снимали. У нас с тобой документы. Мы развозим книги. Он через дорогу и все это снимается, как он ведет. И как только мы зашли там их здание. ДСНП. А там сидит начальник. Он привел. Я ему говорю, мы такие-то, едем туда-то и так-то. Вот нас остановили. Начальник глянул документы. Отпустите. Нас мгновенно отпустили. Мы поехали. То есть у него ума хватило, что с нами вы еще не связываете. Почему? Потому что за нас будут большие ходатайства. Мы встречались с полицией в Германии. За рулем сидел Виктор Николаевич, а он ночью не видит. Мы едва не свалились там во враг. Но он затормозил. Вот только тормознул он. Полиция за ним стоит. Как они так работают. И где полиции не видать. И все они знают. Кто такие русские. Как они начали осматривать. Сиди спокойно. И вот где стекло выдвигается. И туда в стекло фонариком. А у них оказалась наркополиция. Наркотики. Ну представьте. Незнакомый город. Языка не знаем. Но мы по-английски начали. Дали адрес и позвонили. Валентине Сартисон. Та отвечает. Я их жду. Это мои гости. Они с нами сфотографировались. Полиция эта. Я потом выслал начальнику этому. Немецкому. Сказал этих парней поблагодарите. Они дали экипаж. Он впереди поехал. Куда нам ехать. Это вообще. Это же было с нами в Швеции. Это же было во Франции. Где бы мы ни были. Говорили в Чечню. Не ездите. Там головы режут. Нам наоборот. Милиция там всякую честь оказывает. Где мы останавливались. У нас не было ни одного места. Даже в Азербайджане. Даже в Армению въезжали. Один у вас не наклеено. Штраф 170. Мы с ним поговорили. Капитан. Он махнул рукой. Езжайте. Мы проехали практически от Тихого до Атлантического океана. Везде полиция была. И нас нигде никто не обидел. Ни разу. Поэтому мы Бога благодарим за милицию. За полицию. За всех. Кто поставлен вести порядок. И вечером ложась спать. Мы говорим. Господи. Благослови пожарных. И тех кто охраняет порядок. Сохрани их. У них опасная работа. Вывод делать только один надо. Нам Бог делает добро через людей. Написано. Он воин не напрасно носит меч. Меч. Пистолет. Чтобы наказывать злодеев. А когда полиция поступает не так. Она делает не то, что ей назначено. Поняли? Да. Поэтому за полицию, милицию. Всегда надо молиться. Говори. Каждому по 7 еще 11 останется. Каждому по 7 еще 11 останется. Не. По 8. Посчитал? По 8. По 8. Ты как посчитал? Умей или как? Нет. Так. Почему по 8? Проверить это. Игнать, Иванович. Теперь, когда соберете, посчитать вместе и разделить. Понятно? У вас маленько в головах хоть ни одни косточки будешь шевелить. Так. За 7 минут прошло. Считоводы. 2 человека 8, а 2 человека 9. Слушай, это работает. Попробуем и один останется. А что 7 минут прошло? Нет, конечно. Нет. Прошло. Мы долго сидели. Мы из-за стола, когда выходим, все минуты. У меня уже в пищи переварилось. А не здесь? Да. Ветер какой-то холодный. Вот наша работа-то. Погода хорошая, ластощаток здесь. Нет. Сбеду не падал, не покажешься. Снег выпукнул, что ли? Господи, Господи, слава Тебе. Нет иного Бога, кроме Тебя. Наш Бог и Его. Сын Его Иисус Христос. Слава Тебе, Пресвятая, нераздельная и беносущная Троица, Отец, Ты, Дух и Святой Дух. Аминь.